Здравствуйте! В эфире программа «Город С». Только что завершилось одно из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской думы. В нашей студии лидеры общественного мнения, эксперты. Марина Антимонова, депутат Самарской губернской думы, первый заместитель председателя Самарской губернской думы. Марина Юрьевна, здравствуйте! Спасибо, что пришли в нашу студию. Точнее говоря, приехали, успели, потому что понятно, что это очень непросто. Вы находились буквально только что на этом. Добрый день! Спасибо большое за приглашение. Для меня эта встреча тоже очень интересна. Ну и вот хотелось бы услышать, что в послании услышали лично вы? Вот ваш такой, ну знаете, субъективный взгляд. Вы знаете, я услышала, наверное, то, что должен был услышать, с одной стороны, бывший министр, с другой стороны, действующий депутат. И как бывший министр я услышала итоги работы команды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за последние пять лет. И я хорошо помню то послание, с которым обращался Дмитрий Игоревич, когда только заступал в должность губернатора, когда был назначен, затем в 2018 году произошли выборы, и формировалась стратегия развития региона, стратегия лидерства, были намечены, определены приоритеты. И вы знаете, что очень отрадно и порадовало, то, что, по сути, мы сегодня услышали отчет о том, как была реализована та стратегия и как были исполнены те планы по каждому направлению деятельности, по каждой отрасли, которая есть в Самарской области. Как депутат я услышала задачи на перспективу. Мы понимаем, что сейчас дано поручение правительству Самарской области актуализировать стратегию развития региона, а это значит, что и для Законодательного собрания Самарской области тоже есть определенные задачи по подготовке законодательных инициатив, по мониторингу реализации тех законов и решений, которые до этого были приняты, по созданию условий, в том числе, например, по вопросам налогообложения, по вопросам инвестиционной привлекательности, по вопросам поддержки занятости, по вопросам профориентации детей и подростков в Самарской области и так далее, и так далее. Этих задач очень много, они совместны с исполнительной властью. Ну и вот здесь, если говорить об конкретных каких-то вот секторах и экономики, и социальной политики, вот что бы выделили лично вы? Потому что, ну вот я, например, на что обратил внимание, вот сегодня для меня, вот знаете, таким, ну вот самым ярким, одним из самых ярких моментов было, это рост числа вакансий. Очень интересный и очень, на мой взгляд, важный положительный момент, потому что это означает, что востребованы люди, есть рабочие места, и рабочие места хорошие, потому что есть бывают плохие рабочие места, и как бы приходите, работайте, то есть регион развивается. Вот вы бы на что обратили внимание? Я поддерживаю эту позицию, и здесь я вижу, например, в том числе задачу о том, что необходимо привлекать для того, чтобы эти рабочие места у нас функционировали и приносили пользу региону и всем отраслям. Необходимо привлекать специалистов, как молодых, так и опытных в регион, а для этого нужны программы по поддержке специалистов, они у нас есть, соответственно, их нужно совершенствовать. Задача в том, чтобы закреплять молодежь в регионе, грандиозная, очень важная, и этому Дмитриевич уделил серьезное внимание. Мы этими вопросами занимались, я имею в виду, с точки зрения наполнения рабочих мест, еще и с точки зрения демографии, демографических процессов. Мы говорили о том, что нужна поддержка рождаемости, мы говорили о том, что нужна поддержка миграционных притоков. Вот эти взаимоувязанные процессы, на которые сегодня очень профессиональное, глубокое внимание было уделено, это очень важно. Я тоже так считаю, я с этим согласна. Ну, конечно, для меня была очень важна оценка, которую дал Дмитрий Игоревич, в том, как справляется команда с проблемой бедности среди людей. Потому что это тоже, кстати, если говорить... Важнейший вопрос, важнейший. Снижаются показатели, и объективно в это сложное время. Да, то, о чем, вот, кстати, на что вы обратили внимание, плохие, хорошие рабочие места. А это тоже совершенно правильный посыл, может быть, просто, но в точку. Потому что с точки зрения бедности и с точки зрения привлечения миграционных потоков, вот это вот плохие, хорошие рабочие места, они тоже имеют свои критерии, определенные факторы привлекательности. Мы говорим о том, что на бедность нужно влиять несколькими факторами, через несколько факторов. С одной стороны, работающие люди не должны быть бедными, а это как раз вот те самые хорошие рабочие места, которые интересны, которые хорошо оплачиваются и позволяют человеку развиваться дальше. Мы говорим о том, что есть люди, которые, скажем, в силу определенных объективных причин не смогут достаточно зарабатывать. Это борьба с бедностью через поддержку малообеспеченных людей особых категорий. И это реализуется. Мы сегодня услышали о социальных контрактах. И в то же время, буквально несколько лет назад, была такая позиция, когда специалисты оценивали, с появлением каждого ребенка в семье, семья становится беднее и беднее. Так вот сегодня мы услышали такой глобальный подход, который реализуется, когда в разы многократно увеличились меры социальной поддержки именно семьям с детьми. В три раза. Вот я специально как раз обратил, в три раза выросла за пять лет. Было... Я просто, вот Дмитрий Игоревич, озвучил разницу 17-й и 23-й год. А я хочу сказать, если оценивать еще раньше, в 2012 году, там, в 2014 году на семьи с детьми из регионального бюджета были затраты всего полтора-два миллиарда рублей. И сейчас мы говорим о 35 миллиардах рублей, а на меры соцподдержки вообще всего более 44 миллиардов. Это очень серьезные вложения, это очень серьезная поддержка. И, конечно, это не просто впечатляет, это уверенность в том, что вот вся работа, которая была проведена, она была выполнена не зря, она в точку, она целевая и она эффективная. Ну и здесь еще важный момент тогда уж, чтобы вот говорить о социальной поддержке и вообще о социальных программах. 54 детских сада, если я не ошибся, построено. Потому что когда ребенок рождается, он должен попасть в детский садик. Вот у нас сейчас на территории городского округа Самара строятся там детские сады новые. Это очень долго не было объективно, к сожалению, долго не было. Мы видели наоборот материалы детские сады и 9 новых школ, в том числе в самой. И какие школы? Да. Я, знаете, огромное счастье. Мне довелось побывать в своей родной школе, там, где я родилась. Это поселок Сургут Сергеевского района Самарской области. Знакомый у меня там был. Просто фантастика. Да. Просто фантастика. Это неузнаваемо. Это огромное счастье. Я даже не представляю, вот как это, ходить, учиться в такую школу или там в такой детский сад. Я там был. Да, вот поэтому вы понимаете, о чем я говорю. С другой стороны, конечно, для города Самары очень серьезная проблема, так называемое, если формально говорить, это отсутствие земельных участков, свободных от собственности третьих лиц. То есть сегодня Дмитрий Игоревич об этом как раз, ну, в какой-то мере говорил. Практически закрыта очередность, она ликвидирована очередность в детские сады в возрасте от трех лет и старше. Ну да, практически. Остается задача обеспечения местами в яслях, то есть от полутора до трех лет. То куда, когда-то вообще люди-то не очень-то детей-то и отдавали, кстати. Их и не было вообще. Их и не было, да. Буквально пять лет назад о яслях многие даже не мечтали. А многие забыли. Ага, да. А мы сейчас уже говорим о том, что практически завершаем работу над этой проблемой. И я не сомневаюсь в том, что Дмитрий Игоревич, очень эффективно работая с правительством Российской Федерации, уже выбил бы деньги, и Минстрой наш эффективно бы сработал, и Минобор бы подготовил специалистов. Ну вот единственная есть проблема с подбором земельных участков. Как только находится подходящее место, сразу же решение принимается. А я опять хочу вернуться к тому, что это же тоже вклад в поддержку семей. Это тоже, это вопрос, это принципы человекоцентричности. Когда мы принимаем целый комплекс решений, именно стратегических, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Все это делается для блага людей. Семья для того, чтобы она рожала детей, у них должно быть жилье, должна быть возможность реализоваться, должна быть возможность дать все необходимое своим детям. Вот эту множественную задачу, которая работает на единое, на улучшение качества жизни семьи, я считаю, и решает команда Дмитрия Игоревича, а решает она ее эффективно. Потому что мощнейшие решения, беспрецедентные, были приняты несколько лет назад президентом Российской Федерации, когда был старт дан национальным приоритетным проектам, когда были определены основные направления развития и целевым образом вкладывались огромные денежные средства, федеральные, региональные. А сегодня мы еще услышали о том, какой хороший есть результат при лечении инвестиций. Да. Экономика развивается. И, кстати, вот при лечении инвестиций важнейшее, на что я тоже обратил внимание, и, скажем так, как грамотно работают с долгом региона. То есть дорогие долги уходят, структура долго меняется, и это принципиально меняет экономику региона. Конечно. Работая в правительстве, я застала то время, когда экономисты и аналитики сопоставляли доходы, расходы и долговую нагрузку и говорили, вот главное не превысить долг определенного параметра, который устанавливался федеральным правительством и бюджетным кодексом. Вот главное его не превысить. И не вникали, по сути, в глубину и в причины происхождения долгов. Они просто наращивались. И ведь это же было основанием, кстати, высочайший долг, бюджет в Самарской области было основанием для того, чтобы не просто не развивать, а в какой-то мере даже и сокращать. Помните, какие были непопулярные решения приняты по отношению к мерам социальной поддержки? Я опять к своей отрасли возвращаюсь, родной. Они же были не просто потому, что так захотелось, а потому, что экономика этого требовала, потому что законы бюджетные этого требовали. И вот пришлось идти на такие шаги. Здесь подход совершенно другой. Не как закрутить гайки, а здесь вот как-то выживать. А здесь совсем другой подход, когда разбирается проблема на отдельные составные части, прорабатываются подходы в ее решении. И так, по сути, Дмитрий Григорьевич доходит до атомов, доходит до составных частей. До сути? До сути. Очень эффективно все это срабатывает. Кстати, если говорить об социальной поддержке, вот на сегодняшний день тоже на что я обратил внимание, это что у нас существует паспорт на каждую семью участника СВО. Вот это тоже важнейшая вещь. Социальный паспорт на каждую семью. Это, на мой взгляд, архиважно. Это очень важно. И я хочу сказать, что такое решение в период, когда совершенно неожиданно для всех нас началась специальная военная операция, и очень быстро пришло понимание того, что нужно работать с каждым участником, с каждой семьей участника. Я думаю, что не случайно Самарской области оказалась первой, потому что я как бы свидетель тому. У Дмитрия Григорьевича такой подход. Я знаю, что когда мы отрабатывали вопросы с семьями, с детьми, когда отрабатывали вопросы с пожилыми людьми, он всегда нас просил про социальную службу, проработать каждую категорию людей с точки зрения формирования социального портрета. А что такое социальный портрет? Это понимание, что это за люди, какого возраста, какой состав семьи, какие источники доходов, какие проблемы, какие жилищные условия, какие проблемы со здоровьем. Вот, по сути, этот подход и лег в основу создания социального паспорта участника специальной военной операции и членов его семьи. Понимаете, это логика на протяжении всей деятельности Дмитрия Григорьевича как губернатора. Он ей придерживается. Это правило, по которому он живет и работает, и он верен им. И это делает, это создает залог правильности принятия решений, объективности этих решений и попадания в точку, сделать именно то, что люди ждут, оказать ту помощь, в которой они действительно реально нуждаются. Мария Юрьевна, к сожалению, время программы подходит к концу, хотя послание можно обсуждать, на самом деле, очень долго. Очень документ насыщенный, многослойный. Большое спасибо за то, что пришли в нашу студию. Всегда рады вас видеть, всегда рады побеседовать, в том числе о вот этом важнейшем документе. Напоминаю, в нашей студии была Марина Антимонова, депутат Самарской губернатской думы, первый заместитель председателя Самарской губернатской думы. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»